Вариант номер 3. Открываем контент. Создаем новый проект. Далее нам необходимо ввести ссылки. Ссылки вводятся двумя способами. Или через F8. При нажатии на которое можно открывается поле для введения ссылок. Или через шаблон. Если у нас повторяющиеся шаблоны, то мы можем ввести шаблончик. Шаблончик вводится уже довольно много разных вариантов как его можно вводить. Так как у нас меняется только числа, мы можем их получить. Вообще ссылки мы можем получить двумя способами. Или через сканер сайтов. Но это будет очень долго. Потому что он будет просматривать все ссылки, которые присутствуют на сайте. И это может занять очень много времени. Так как у нас меняется в конце только числовое значение, то мы и прописываем, что создадим сейчас просто шаблон ссылок до 200 тысяч. И если на каждую будем клацать, то будем открывать ту ссылку, которой она принадлежит. Что нам из этого надо получить? Что нам из этого надо получить? Значение книги откуда взято. И все что идет в маркированном списке. Так как нам это сделать? Это для ситуации, когда у нас одна только ссылка на книжку и на пример. Это сделать просто. Но когда у нас идет повторяющиеся границы, а не повторяющиеся, потому что одинаковые. То есть если мы посмотрим анализ странички, то мы увидим, что название книжки у нас начинается с Анейм, имеет тег h3 и заканчивается h3 и дальше идет просто html и маркировка. Но тут только одна книжка. Вот вариант, где их побольше. Идем, смотрим. Анейм 0, h3. Сразу же задаем границы. Для задания границ используется клавиша f1 и f2. Вот мы задали первую границу для парсинга. То есть все, что будет находиться в этих границах, будет собираться. Но у нас есть один маленький нюанс. Каждый номер у нас имеет свой порядковый значок. Для того, чтобы обходить такие ситуации, в контенте введена специальная аббревиатура, которая может пропускать любые границы, любой текст, который нам не нужен. Его можно использовать только один раз, по-моему. Так, первую границу мы задали. Переходим на вторую. Вторая граница это все, что идет в вот этих ли. То есть для того, чтобы конкретно знать, что мы находимся на правильном ли. То есть на правильном маркированном списке. Мы вот эту всю вещь убираем. Заменяем ее опять на пропуск. Получается, что мы всегда будем выделять, относящиеся к данному пулу. Текст. Так. И теперь. Ну, на этом можно сказать все. Но. Нас интересует. Нас не интересует контекст EFN. В принципе. Поэтому. Мы его сейчас. Заменим. Попозже. Нас больше интересует. Выделение слова. Но. Так как. У нас. Так как. У нас. Слова. Слов может быть несколько. И так далее. Это мы просто. Ну. Это уже надо делать не здесь. Так. Что мы делаем для. Ага. Проверяем. То, что у нас получается. Так. КОНТЕНТ. Не особо. Радуется. УТФ. УТФ. УТФ символ. Хотя. Мы. Можем. Непосредственно. Их. Задать. Он. Все. Равно. Будет. Воспринимать их. Как. Аббревиатуры. Все. НЕизвестные. Буквки будут. Аббревиатурами. Итак, вот мы получили, например, получаем три книжки, и к каждой книжке идёт свой. То есть они будут зайти в последовательности в той, которой должны идти. Единственное, что мы хотим убрать вот эту строку, вот эту вот строку с контентом и fn. Как же нам это сделать? Есть такая чудесная функция, как замена загружаемого текста. То есть мы можем сказать к компьютеру, что при, то есть контенту, что при загрузке всех страничек автоматически удалять все контент из fn. Оставляем пустой, то есть должно остаться пустым полем. Вот что у нас получилось. То есть он при загрузке просто удалил все. Так, теперь, теперь нам, мы получаем этот список в виде, в виде HTML текста, в виде такого текста. Мы же хотим сделать, чтобы из колонки он превратился в строку. Но так как слов у нас может быть много, поэтому я даже... Наверное, мы так не сделаем. Наверное, мы так и оставим. Единственное, что в шаблоне вывода мы добавим еще уру, откуда взялась страничка. Так, теперь смотрим, что происходит. ЦСВ сразу разбивается по точке с запятой. Точку с запятой надо изменить. Разделитель. Так как мы не хотим их пока разделять, то мы оставим палочку, например. И мы сейчас получим просто чистый текст. Просто чистый текст. Вот, вот в таком вот видео будет положен. Не знаю, пойдет, не пойдет. Ну, давайте еще попробуем сделать вот так. Что нам это даст? Это нам даст то, что будет url. Границы не все будем выводить. А первую и вторую. Первая бук. То есть, что мы сделали? Мы сейчас из колонки превратили в спосрочно и прописали название для заголовка файла. Так. Но почему-то... А, ну вот мы получили. ЦСВ в таблицу. Значит, оставляем doc.url. Так как он и был. Все повторяешься границей. Итак, посмотрим, что у нас получится. Сохраняем проект. Запускаем парсить. Идем, открываем. Идем, открываем. Контент. Стоп. Забыл указать, что это должен быть ЦСВ. Ничего страшного. Пересобираем ссылки. Пересобираем ссылки. Допускаем. Допускаем опять. Идем, смотрим, что мы видим. Допускаем опять. Идем, смотрим, что мы видим. Проблема. То есть, ЦСВ разбивает по... По точке с запятой. Чтобы он этого не делал, можно просто оставить... Оставить просто в txt. Опять. Давайте удалим и добавим ссылки, но мне кажется это не совсем удачные варианты. Ждем пока остановится контент, так как он загружает все внутрь, он долго обрабатывает. Запустили это, получается SWFL, ну и вот, фактически, то откуда мы берем книжка названия. Все.